Последняя часть процедуры инициализации – это инициализация в стиле Upstart, в том стиле, которым она задумывалась для Ubuntu и заменила процедуру инициализации, которая пришла к нам от Unix, стандартную init-процедуру. Процедура инициализации Upstart у нас контролирует запуск демонов и служб в течение загрузки системы, их остановку, если у нас система выключается или нужно переключиться в другой режим. Отличие у нас Upstart от классической процедуры инициализации в том, что у нас задачи и службы запускаются и останавливаются по событиям. Сами события могут генерироваться задачами и службами, могут быть приняты от любого процесса системы. И самое интересное, что службы могут быть перезапущены в автоматическом режиме, если они вдруг были завершены в каком-то аварийном. Можно создавать свои события. То есть это в принципе такая гибкая и интересная система инициализации. Мы должны с вами по теме экзамена LPIC разобраться с тем, как у нас осуществляется процесс загрузки, как переключаться между режимами загрузки, как управлять службами, питанием и так далее. Мы все это сейчас делаем. Upstart у нас в отличие от SystemD не так уж и сильно отличается от классической процедуры инициализации. То есть он полностью обратно совместим. И разница в том, что у него есть задачи так называемые. То есть если мы с вами щелкнем на следующий слайд, у нас есть с вами два основных понятия в Upstart. Это служба и задачи, сервис и таск. Главное отличие службы от задачи состоит в том, что служба перезапускается, если была аварийно завершена, а задачи нет. Процесс у нас инициализации по Upstart читает конфигурацию из файлов каталога etc.init. Мы с вами его посмотрим. Все эти файлы у нас являются файлами задания. Каждый файл отвечает за запуск отдельного демона или службы и должен заканчиваться на .conf. То есть иметь расширение .conf. Уровни инициализации у нас остались те же самые, поэтому у нас работает команда RunLevel для определения текущего уровня и Telinit для переключения на другой уровень выполнения. У нас поменялся только конфигурационный файл, в котором мы меняем уровень запуска по умолчанию. И вообще нужно сказать, что для управления Upstart используется утилита InitControl. Точно так же, как для SystemD у нас используется SystemControl. Ну давайте включим Ubuntu и посмотрим. Итак, я нахожусь в родной Ubuntu. Давайте для начала посмотрим тот каталог, в котором, как я вам и сказал, находятся у нас все файлы задания jobs с расширением .conf. Каждый тут у нас отвечает за запуск отдельной службы. Давайте посмотрим. Вот, например, у нас есть shutdown.conf. Я вижу. Cut. Shutdown.conf. Что он делает? Это написано у нас простой триггер, который запускает процедуру выключения компьютера. У нас есть здесь описание его. У нас есть условия, при котором он запускается. В принципе, все у нас задания как раз таки срабатывают по условиям в этом и особенности Upstart. Условие у нас изменился статус питания. И задача, собственно, выполнить процедуру shutdown-h вот с таким вот комментарием. То есть обычное задание на выключение компьютера. Можем посмотреть, например, вот у нас есть ufv.conf. Это у нас родной firewall Ubuntu. Давайте посмотрим его. ufv.conf. Тоже ничего особенного сложного. Пишет описание этого файла задания, то, что он относится к ufv, несложному firewall Ubuntu. Есть описание. Включается он при выполнении нескольких условий, вы видите, связанных с сетью. Выключается он на любом run-level, кроме тех run-level, на которых он должен работать. И, собственно, у него есть предвыполняемые задачи и послевыполняемые задачи. То есть это обычные скрипты запуска служб. Вот эти вот файлы задания. Хорошо в них то, что они запускаются по условиям. Значит, run-level у нас остались те же самые. То есть мы можем посмотреть командой run-level текущий уровень выполнения. Если мы хотим его сменить, мы используем тот же самый tel-init. Тут без изменений. Изменения у нас есть только в том случае, если мы хотим изменить выполнение по умолчанию уровень. Для этого у нас есть файл. Мы находимся уже в этой папке, но я целиком на всякий случай вам напишу. Это c init.rc.sys init.conf. Вот у нас здесь такой скриптик. Но единственное, что вам нужно знать на данном этапе, это уровень выполнения по умолчанию. Вот эта строчка, которая за него отвечает. Если вы хотите изменить уровень выполнения по умолчанию какой-то другой, вы редактируете этот файл. Большего от нас не требуется знать на данном уроке, так скажем. Так, что осталось вам показать. Давайте немножечко поговорим по службам. Значит у нас есть управление службами. Управление службами Ubuntu вообще простое. Я за это очень люблю Ubuntu за простоту. Мы можем посмотреть статус службы. Для этого мы не должны писать даже слово сервис. Ничего, не должны. Просто статус имя службы. Например, статус файролла. Файролл включен. Хотим выключить, соответственно, стоп. Уфв. Включить, соответственно, старт уфв. И так далее. То есть управление службами еще проще синтаксис. Управление питанием тоже классическое. И утилита init control. По ней есть обширный мануал. Вы его можете везде поискать, почитать. Он есть и на русском тоже. Это утилита управления обстартом. Из интересных команд у него есть, допустим, show config. И он показывает нам основные задачи. В частности, какие у нас есть задачи и в каком случае они выполняются. То есть вы видите, the message, например, стартует на каких-то уровнях выполнения. И так далее. То есть у нас здесь есть очень такой подробный вывод информации о задачах по выполнению. И есть еще у init control важная очень команда. Это check config. Он проверяет, как у нас вообще конфигурация. Будут ли конфликты. Это полезно, если вы будете писать свои файлы заданий или редактировать текущий файл заданий. Check config умеет их проверять. В данном случае, он видите, у нас нашел огромное количество неизвестных ему заданий. Можно почитать, поузнавать, что это он вдруг на них ругается. Подводим такую отбивочку по трем последним занятиям. Мы рассмотрели с вами детальную процедуру инициализации Linux. В классическом ее стиле, так как она выглядит в Unix. Это обычный init и его файл конфигурации init tab. Затем посмотрели систему инициализации в стиле systemd. Это интересная система инициализации, умеющая запускать потоки параллельно. Она работает во многих современных дистрибутивах Linux. И процедуру инициализации Upstart, которая на сегодня у нас работает в Ubuntu. Надо о них узнать немного, чтобы сдать экзамен 101.3. Мы все, что нужно было, рассмотрели. Вам рекомендую я на практике этим всем побаловаться.